Сегодня достоянием гласности стало последнее письмо обанкротившегося уральского бизнесмена Олега Ёлкина, создавшего с братом Михаилом крупнейшую на Урале торговую сеть по продаже автозапчастей Уолми. Его он собственноручно написал почти год назад, точно зная о том, что в тот роковой апрельский день он выстрелит в своего бывшего делового партнера Павла Неверова, известного бизнес-тренера, из-за которого, как полагал Ёлкин, он потерял бизнес и оказался в долгах, как в шелках. Убийственные выстрелы прозвучали 27 апреля прошлого года в офисе Неверова в жилом комплексе Бажовский в Екатеринбурге на Кузнечной 81. По данным СКР, в ходе конфликта Ёлкин вытащил пистолет и выстрелил в своего оппонента, после чего на глазах окружающих пытался покончить с собой. На скорой тяжело раненого бизнесмена увезли в больницу, где он умер в тот же день. В своей, по сути, предсмертной записке, правда не лаконичной, очень пространной и подробной, попавшей в редакцию портала 66.ru и опубликованную сегодня нашими коллегами, Ёлкин описал историю краха своего бизнеса и веры. И начинается то письмо с такой вот фразы, цитата. «Данным документом я хочу довести до широкого круга людей и специалистов ту жизненную ситуацию, которая побудила меня к такому результату и действиям». А ведь Ёлкин был не только партнером Неверова, он в свое время стал крестным одного из его сыновей. В 2013-м Ёлкин пригласил Неверова в компанию в качестве топ-менеджера из-за проблем со здоровьем. Сам он не успевал справляться с делами фирмы, созданной еще в 90-е. Позже бизнес-тренер и партнер Ёлкина стал владельцем 100% в автосоюзе в главной структуре группы компании «Олми». Как сообщал в прошлом апреле в одном из интервью его друг Юрий Балтин, позже Неверов уговорил партнера взять в банке большой кредит в несколько сот миллионов рублей, якобы для развития компании, хотя она в нем, как полагает приятель, не нуждалась. В итоге компания не смогла рассчитаться по долгам. Кто-то полагал, что во всем виноват экономический кризис. Но Олег Ёлкин был убежден, что Неверов выводит деньги из их партнерского бизнеса. В результате оба обанкротились. Бывшие партнеры когда-то «не разлей вода» в судах выясняли отношения, но особо не враждовали, пока Ёлкин на бывшего партнера якобы заявления в полицию не написал. Кстати, Неверов продолжал активно заниматься и бизнес-тренерством, объясняя предпринимателям-неофитам, как вести свое дело и избежать банкротства в новой экономической реальности. После трагедии супруга Павла Неверова утверждала, что бизнес-конфликт бывших партнеров из-за банкротства стал очень жестким, дескать, было много угроз, в том числе и письменных, и ей, и мужу. В комментариях СМИ друг Ёлкина, поступок Олега, объяснял отчаянием. Дескать, из-за Неверова тот потерял дело всей своей жизни, которому шел долгие 20 лет. Кстати, незадолго до трагедии, анонсируя в соцсетях один из своих бизнес-тренерских проектов, Павел Неверов говорил о бесчеловечном бизнесе. Правда, он имел в виду совершенно иное. И адресовал это иное детям своим. И чужим тоже. Мы попробуем ответить на вопрос, собственно говоря, что ждет в ближайшем будущем, буквально в ближайшие 15-20 лет человечества. И очень интересна для меня лично тема, связанная с тем, чему мы должны учить и к чему готовить наших детей и внуков, в каком будущем они будут жить. Бесчеловечный бизнес? Приходите. По ту сторону жизни после стрельбы в офисе у бывших партнеров на двоих остались шестеро детей, для которых бизнес их отцов и в самом деле оказался совершенно бесчеловечным.